В дворце при династии Тан были установлены качели и считались игрой полубогинь. Придворные девушки много проводили времени на качелях, играя в словесные игры. В эпоху Сун благодаря качелям зарождается акробатика. Это уже не просто развлечение девушек при дворе, а способ поддержать физическое здоровье мужчин, развивать выносливость и гибкость. Летом и осенью устраивались показательные выступления. На эти зрелища приходили посмотреть все, от крестьян до императора его наложников. Перед началом на воду ставили два корабля. На носу каждого устанавливали качели. Затем барабанами созывали зрителей и объявляли о начале выступления. Акробаты медленно раскачивали качели и приступали к трюкам и всяческим выкрутасам. Они крутились в воздухе, прыгали в воду, делали сальто и так далее. В выступлениях участвовали молодые и физически развитые мужчины, часто из армии императора. В развитии будущего спорта эти выступления сыграли важную роль китайской истории.